Мы приехали сегодня в район Уэна потусить, посмотреть, что к чему. Но я подумал, что Уэна, наверное, наиболее такое злачное место, где можно найти различные барчики с зазывалами, неблагополучных людей, скопления. Поэтому мы сегодня здесь прогуляемся и посмотрим, действительно ли здесь можно что-то обнаружить злачное и неблагополучное. Продавщица магазина сейчас так на меня смотрела вообще, очень таким взглядом. Я даже подумал, неужели она просто продавщица каких-то шмоток? Может, она что-то более интересное преподает? Продает, точнее. Нет, я ее точно не знаю. Ну пойдем посмотрим, я его ближе. Миленькая девушка, оказалось, что ты японка. Я думал, ну, может, какая-нибудь китаянка стоит. Приветливый район для иностранцев. Я смотрю, очень люди любят камеру, прямо постоянно в нее пытаются что-нибудь показать. Люди в присутствии камеры совершенно по-другому себя ведут. У них раскрываются их самые, самые такие стороны, которые обычно они не показывают. Это, наверное, говорит о том, что в каждом человеке, ну, или в большинстве людей живет какой-то внутренний артист. И это очень хорошо, на самом деле. Мы потихоньку начинаем этим пользоваться. То есть, можно просто даже ничего не снимать, просто включить камеру, показать камеру. И человек уже будет себя по-другому вести. Как? Кебаб? Кебаб? А, кебаб. Да, да. Но на самом деле... Просто так еще пришли сегодня в район вене. Здесь находится известнейший, крупнейший кинотеатр, в котором показывают пинг-муви. Это такой специфический очень жанр, о котором я планирую снять документальный фильм. Мы, кстати, сейчас движемся к Ци-сингу, Такамори. Это последний самурай, между прочим. Он родом из Кагасимы. Я про него даже сюжет снимал еще очень давно, про этого последнего самурая. И здесь на входе в парк Вене стоит его статуя. Посмотри на размер его головы вот только, да? Насколько у него голова большая. Мощь просто, реально. Вот она вся, мощь. Он как раз был таким камнем преткновения и катализатором свержения старой японской традиции самурайской и прихода европейской культуры, европейской традиции в Японию. То есть реставрации Мэйзи. Так как клан Кагасима был сильнейшим кланом, вообще вторым по силе, между прочим, в Японии. И он как раз больше всего взаимодействовал со зарубежными партнерами, так сказать, да, партнерами. Там и воевал с ними, и переманил технологии в Японии, вот этот клан именно. И через, можно сказать, через Кагасиму как раз пошла экспансия вот эта европейская на Японию. Поэтому вот этот Сингу Атакамори, очень крутой чувак, повлиял очень сильно на это. Хотя, честно говоря, я могу ошибаться на самом деле. По-моему, как раз он не препятствовал. Как раз именно вот через него вся эта движуха шла. Короче, назвал я нечаянно этого последнего самурая не Сайга Атакамори, как его на самом деле зовут, Асинга Атакамори. И кроме этого, еще перепутал его роль в истории. Когда мы записывались в парке, уж не знаю, чем я думал, потому что как раз он и называется последним самураем, потому что он оказывал сопротивление самым последним. Именно оказывал сопротивление вот этому новому виянию, что Япония станет уже не раздробленной на самурайские княжества страной, а станет одной большой империей. под началом императора, открытой страной. То есть Сайга Атакамори выступал за то, чтобы Япония оставалась закрытой. Ирония в том, что как раз этот человек-то, он был одним из первых, кто изучал технологии западные. Привозил их в Японию, в Сацума-клан, в свой, в основном как раз для войны. И, конечно, многие из вас знают неплохой фильм с Томом Крузом, который так и называется, последний самурай. И вот как раз история этого Сайга Атакамори явилась прототипом для этого фильма. Еще многие, наверное, заметили, что этот влог был снят в тот же день, когда мы снимали видео про три найденных айфона. Просто я решил разделить. Спустя, наверное, две-три недели после того, как мы айфон сдали в полицию, мне позвонили и известили меня о том, что айфон попал наконец-то в руки к своему хозяину, что его вручили и все. То есть на этом история закончилась. Еще также врезки с высоты птичьего полета на станции Уэна вы тоже могли видеть в начале самого этого видео. Это как раз уникальные кадры, уникальные кадры с того самого злополучного дрона, который полицейский держал в своих руках и не хотел отдавать. Но отдал, благодаря нашим переговорам. Интересная, кстати, очень женщина, очень приветливая. У нее интересные вообще взгляды на японское кино, на иностранцев в японском кино. Она продюсер и режиссер, и снимает уже фильмы в этом жанре, пинг, пинг, пинг жанр. Уже снимает в этом жанре 20 лет. А раньше она сама снималась. Вот как раз мы с ней познакомились, она хотела мне предложить роль, но роль-то я не могу в таких фильмах сниматься, да? Специфический все-таки слишком жанр. Но меня это заинтересовало именно как проект для документального фильма. И я думаю, что мы с ней посотрудничаем как раз на этой почве. Это и так совпало, что она как раз в этом кинотеатре, здесь сейчас идет, с ней идет фильм. Здесь она еще молодой выглядит, на самом деле, конечно, сейчас она выглядит уже немножко не так. Нет, я думаю, фильму лет 15-20. Здесь даже проводится автограф-сессия с моделями, с актрисами. Но скажу вам по секрету, что в главных ролях в таких фильмах обычно снимаются порно-актрисы, как правило. Бывает, конечно, и по-другому. Ну как, это же все-таки не порно, это эротический жанр. То есть, это эротика. Это как Тинто Брас, только немножечко даже меньше. Влог в целом получился немного обрывочно, поэтому мне приходится добавлять вот эти комментарии, чтобы было вообще понятно, о чем там. Что это за кинотеатр, который находится как раз на станции Уэна? Там показывают фильмы уникального пинг-жанра. Так он называется, пинг-муви. Это фильмы с эротическим подтекстом. Не порнография, но тем не менее, там есть некая эротика. Практически погибающий в Японии жанр, который не приносит денег тем, кто его делает. И студии, которые продолжают снимать подобный контент, делают это, как мне сказал режиссер, уже просто потому что для собственного какого-то престижа. То есть не хочется закрывать просто компанию, которая существует столько много лет, там богатейшая история создания этих фильмов. То есть они уже не приносят денег, их никто практически не покупает, но это дань искусства, наверное, в какой-то степени. Не знаю, уж можно назвать подобный фильм каким-то высоким искусством. Наверное, нет, но интересный жанр. И более подробный, более подробный, прям очень развернутый, практически документальный фильм. Вы также скоро сможете наблюдать на моем канале. Когда я закончил монтаж, потому что там я снимал очень много материала. Два дня я провел на съемочной площадке, общался с актерами, с актрисами, с продюсерами. Потом ходил непосредственно в сам кинотеатр, общался с фанаткой этого жанра, который также является актрисой. В общем, там очень большой будет интересный материал по этому поводу. И не только касающийся пинг-жанра, а вообще касающийся культурных аспектов. Ну, уникальный просто материал. Поэтому, ребята, не пропустите ни в коем случае. Мы сейчас находимся в так называемом злачном районе. У кошки рыжие какие-то сидят. Прикол в том, что здесь полиция на каждом шагу практически вообще. Через каждый поворот стоят полицейские и что-то патрулируют, контролируют. Может, здесь что-то намечается? Ну, люди стоят, работают, вызывают в герлс-бары, в различные другие злачные заведения. Предложили нашему блогеру-путешественнику сходить, туда тоже, а потом поделиться опытом. Но он говорит, нет, 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 у меня девушка. Нет, нет, ни в коем случае. Ну, как же ты? Японский опыт. Ты что? Неужели ты упустишь? В.Ч.а, Сергей, почему вам этим не заняться? Нет, нет, мы только предлагаем. Нам японских оптов хватает. Мы предлагаем, да, мы только предлагаем. Понимаешь, мы в Японии живем, поэтому у нас всегда есть такая возможность. А, я поняла, я поняла, я поняла. Да, я поняла, что я поняла. Да, сейчас я уже ввели, а ввели ввели, а ввели ввели. А, и ввели ввели? Ввели ввели женщину. А, и что? Ввели ввели? Ввели ввели. Ввели. Смотри, за 2000 тыс можешь выбрать. В смысле? Да, да. Просто так мне любят, которые свободны. Ввели ввели. Ввели ввели ввели. Выбрать ты должен быть, что если она занята, или подождать надо будет. Что-то какать именно с... Мужики есть у них? Мужики? Да, спроси. Данцей. Данцей. Извините. Как ты думаешь, что мы думали? Данцей, только женщины. Кобакка. Кобака. 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 Продолжение следует...